МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строили они, строили, а теперь разбирают, куда исчезает плитка с площади революции. В материале Артемия Шакова. Было три, стало семь. Почему детские сады становятся все дороже, выясняла Евгения Жировова. Поистине золотой свет. Почему жители многоквартирных домов получают многотысячные долги по ОДН, разбирался дежурный по городу. В республике отмечают рост заболеваемости и усиливают ограничительные меры. Это и дело теперь не только в ковиде. Кого коснутся ограничения, как готовятся медицинские учреждения и какие прогнозы дают специалисты. Подробности эпид-обстановки в первом сюжете выпуска. Не успели утихнуть следы третьей волны, как на Бурятию надвигается новая заболеваемость коронавирусом. Середина сентября опять пошла вверх. В лидерах на протяжении всей пандемии Кабанский район. Последнюю неделю число больных растет в Севербайкальске. Следует, конечно, подчеркнуть при этом, что темпы прироста недельные, они все-таки не такие критические. Не такие критические. Вот за последнюю неделю рост отмечался порядка где-то на 7%. Предыдущей неделе был чуть больше порядка 14%. То есть рост отмечаем, но значительного скачка нет. В целом это мы рассматриваем как благоприятный признак. В городе работает несколько ковидных госпиталей. На сегодня мощность 712 коек. Занято из них 80%. Ситуацию круглосуточно отслеживают. Больше людей в больницах увеличивают и резерв. Мы очень гибко работаем коечным фондом. По необходимости где надо открываем, где надо. Пока сейчас идет ежедневное, еженедельное открытие, небольшое увеличение. Как в связи с ростом на 5-6%, так у нас где-то до 10% мы открываем число коек. Активно продолжается и вакцинация от ковид. Рубеж половина привитого населения до октября преодолеть так и не смогли. Новая цель 80%. Обезопасить себя советуют не только от коронавируса. Медики говорят, уже пора привиться и от гриппа. Заболеваемость острыми респираторными заболеваниями начался раньше. Мы уже с августа начали отмечать постепенный-постепенный рост. Чего не было в прошлом году. Во-вторых, уже с начала сентября и с конца августа уже стали регистрироваться случаи гриппа. Грипп H3N2. На сегодняшний день он уже регистрируется в ряде субъектов. И также такой не очень благоприятный прогностический признак. Мы уже в сентябре имели групповую заболеваемость именно гриппом. Пока заболеваемость растет, будут работать и мобильные группы. Они уже оштрафовали более 3000 нарушителей. Чаще всего об ограничительных мерах люди просто забывают. Это отсутствие средств индивидуальной защиты. Маски у граждан, а также у сотрудников, даже сных лиц. Отмечается также случай нарушения проводимой термометрии сотрудников, санитарной обработки, дезинфекции помещений, а также количество рассадков в объектах общественного питания. Деятельность мобильных групп на территории города будет продолжена до особого распоряжения. А потому жителям советуют прививаться. Для этого по городу без выходных работает уже 60 пунктов вакцинации. Но если заболеваемость продолжит расти в конце октября, ограничительные мероприятия, скорее всего, продлят. Отсель Мишаков, Кристина Сосина, Валерий Чидопов, телекомпания «Оригус». Взяли под свою ответственность ямочный ремонт, а теперь нацелились и на капитальные. Город планирует самостоятельно ремонтировать дороги. Насколько это желание осуществимо и что для этого нужно? Подробности далее. Полномочия ямочного ремонта в комитет городского хозяйства перешли в этом году. А с ними и сумма 22 миллиона рублей на латание дыр на дорогах. На торги время не тратили. К работам приступили еще до наступления плюсовых температур. Сначала внедрили холодный асфальт. Затем купили новую технику. Закрыли не только ямы, но и залили трещины на дорогах. Это позволило на сегодняшний день, во-первых, сэкономить средства в бюджетный раз. А второе, с учетом малого количества людей, это два человека, которые обслуживают ее на улице города, мы не загармождали проезды. Занималась максимум только лишь одна полоса. И с учетом этого очень нам техника понравилась. И мы сейчас планируем по приобретению второй такой единицы, которая позволит нам оперативно, качественно и быстро выполнять эти работы. Если подход приживется, замахнуться планируют и на внутриквартальные проезды. Взять на себя хотят даже капитальный ремонт дорог в городе. Конечно, дополнительно много еще чего надо приобрести, чтобы выполнять капитальный ремонт. Это и фреза, которая стоит недешево. То есть порядка 10 миллионов рублей, чтобы снять покрытие. А потом можно положить это катки специальные. То есть два вида их, тяжелые и средние тяжести. Это еще 10 миллионов сверху. Поэтому продумываем в этом направлении. И если сейчас эффективность ее, скажем так, покажет, то к этому вопросу, я думаю, мы вернемся еще. В прошлом году комитет по строительству отремонтировал 18 тысяч квадратных метров дороги. В этом году за те же деньги комбинат по благоустройству уже залатал на 6 тысяч квадратов больше. До ноября будут заливать трещины, ремонтировать планируют и зимой. Для этого уже закупили материал. Мало отремонтировать, нужно еще и сохранить. Например, из центра города начали пропадать признаки благоустройства. Горожане забили тревогу. На недавно отремонтированной площади революции не досчитались тротуарной плитки. Да куда она все-таки исчезает и когда пешеходная зона примет завершенный вид, выяснял Артемий Ушаков. Ее долгое время прятали от горожан за заборами. Чиновники одобряли проекты и строительные материалы. Давали особые поручения подрядчикам. Говорили, здесь будет точка притяжения. Уже после открытия ее заливало дождями. Площадь революции. Одно из немногих мест в нашем городе, которые за последние полгода успели отремонтировать. Денег потратили немерено и не успели открыть. Как-то тут, то там начала пропадать тротуарная плитка. Какие-то здесь дырки. Они очень симпатичные. Ну у нас обычно всегда так бывает. Ну что, что сделали, конечно, не скажу, что плохо. Но по качеству, может быть, да. Не сказать, что хорошо. Плитка частично пропала в 16 местах. Как будто кто-то украл ее откуда мог. А задумка о благоустройстве была хорошая. К чести города стоит сказать. Площадь революции действительно преобразилась. И я это отмечаю. И горожане, и гости столицы. Но почему дыры-то на каждом шагу? Ведь материал смотрели перед его укладкой. Что пошло не так? Надо проверить плитку на качество. Соответствие характеристики. То есть морозостойкость, влагостойкость, водонепроницаемость. Подопоглощение очень достоинно. И еще там критерии определенные. И потом ее вытащили. Да, ее вытащили частично. Сейчас подрядчик докладывает в тех местах. А эта плитка, которую вытащили, спокойно пойдет на экспертизу, как положено. В общем, что-то пошло не так. Потому город и подрядчик выясняют, кто виноват. Завод не то отправил или сэкономил подрядчик. От того, что выяснят, будет зависеть объем оплаты по контракту. Вопросов много. И пока все не снимут, платить не хотят. Город говорит, что решит проблему в кратчайшие сроки. И это снова похвально. Я тогда попрошу обратить внимание еще на одну проблему. Это зрительская зона перед сценой. Сидеть здесь вряд ли кто-то решится. Потому что придется это делать на ногах того, кто сидит выше. Если уж тратят на благоустройство более 40 миллионов рублей, качество должно соответствовать. Артемий Шаков, Боисбольщинов, телекомпания «Аригус». Почему цены в частных садах пошли вверх? С таким вопросом в нашу редакцию обратились жители поселка Нижний Саентуй. Полсотни родителей недовольны увеличением платы. Евгения Жировова попыталась выяснить, с чем это связано и можно ли решить проблему без потерь для семейного бюджета. Вот пришли в садик. Ярослава и Василиса двойняшки ходят в детский сад «Бусинки» уже второй год. Родителям удобно. Рядом с домом и плата, как в муниципальном саду, 3000 рублей в месяц. Но с 1 октября сумма увеличилась. За двоих придется платить почти 15 тысяч. Семья многодетная, дохода нет у мамы. Мама в декретном отпуске у нас сидит. И девочки вдвоем сюда входят. Это очень накладно. Цена больно ударила по карману полсотни семей. Десятая часть уже отказалась от садика. При этом альтернатив в селе больше нет. Муниципальный сад забит до отказа. Дети стали адаптироваться, проходить социальное обучение. А на сегодняшний день будем вынуждены. Кто-то из родителей будет увольняться. Илья или муж. И будем сидеть дома. Наш сад лишили субсидий. Почему? Просто сняли после выборода и все. Мне кажется так. Потому что многие детские сады так лишили. Все два года учреждение работало по договору с муниципальным садом. Соответственно была лицензия и субсидия. Но в том саду началась реорганизация. Пришлось искать другой. А тут и Минобраз выдвинул новые требования. Нужен специалист для занятий с детьми. Однако проводить уроки он может только в муниципальном саду. Значит дошколятам из частного филиала требуется подвоз. Физически это невозможно. Сделать эти автобусы и возить детей на лицензированную территорию. Физически невозможно. И мы вынуждены были объявить родителям, что мы не можем заключить договор на образовательную деятельность. И соответственно мы лишаемся субсидирования. С 1 октября уже все сегодняшнего дня наш сад уже вышел на коммерческую основу. Мы согласны были найти, арендовать этот автобус. Но сказали нет. Министерство образования этот вопрос решить невозможно. Переходите на коммерческую основу. Новое требование появилось относительно недавно. Это значит, что и проблемы появились не только у детского сада Бусинки, но и у многих других частных садов по всей республике. Но официального подтверждения на этом мы не получили. В Министерстве образования дали такой ответ, что разобраться под силу разве что профессору. Образовательная деятельность должна реализовываться в организации, имеющей образовательную деятельность, в том числе в которой должны быть обеспечены условия для исполнения требований статьи 41 закона об образовании в части обеспечения безопасности и охраны здоровья воспитанников. Ничего конкретного не ответили. Остается лишь догадываться, что ведомство имеет в виду. Но если и у остальных частных садов появятся подобные жалобы, можно предположить, что появилась общая стратегия по сокращению количества коммерческих учреждений. Но жители Нижнего Саентуя продолжают надеяться на чудо. Они написали запрос на имя главы республики. Если министерство хочет таким способом закрыть какие-то частные сады, которые с таким трудом открывали в свое время, то пускай они предоставят места в таких садиках муниципальных. Каждый второй родитель высказался за сотовые телефоны в школах. Итоги всероссийского опроса опубликовала аналитическая компания «Суперджоп». Напомню, полный запрет на мобильные пытались вести два года назад. Но активное ведение дистанционного обучения из-за ковида и смену руководства Минпросвещения свели попытки на нет. Повторный опрос родителей и педагогов показал уже другие результаты. К мобильным средствам связи у школьников взрослые стали лояльнее. Но нельзя сказать, что полностью их приняли. Каждый второй учитель против телефонов, так как считает, что гаджет отвлекает от учебы. И без них было бы больше живого общения со сверстниками. Их оппоненты говорят, что сотовые – это реальность нашего времени. И достаточно просто ограничить пользование именно уроках. Что касается родителей, то сторонников гаджетов в школах в этой категории больше. Поддержал инициативу запрета лишь каждый третий из десяти опрошенных. Больше 50% хотят, чтобы их ребенок был всегда на связи. И тут без сотового никак. Затруднились ответить 17% респондентов. А как к такой инициативе относится Улан-Уденция? Согласны ли с тем, что гаджеты в школах нужно запретить? Ответы горожан смотрите прямо сейчас. На родительском собрании учитель рассказывает о том, что дети просто даже на уроки достают телефоны. И из-под тяжка, где-то под партой что-то смотрят. Я считаю, что в принципе запрет нужен, потому что от учебного процесса дети не должны отходить. Но опять же все должно быть в разумных пределах. Полностью согласен. Да, как раньше, помните, как были пионерские времена? Куда-то в леса пионеры, все это. А сейчас все в телефонах сидят. Ну, бывает же то, что на уроках телефоны, интернет нужен. Иногда информации, которые учителя просят найти в учебниках, бывает такое, что ее там в принципе нет. Нет, запрещать не нужно. Не нужно запрещать? Нет, там везде все подсказки, школа. У нас программа очень тяжелая сейчас, без интернета никак. То есть подсказками они пользуются? Конечно. У меня внучка учится. А зачем запрещать? Это как-то вообще... Даже звучит по ушам без... Мне кажется, просто дома детей тоже надо приучать, чтобы на уроки отключали. И вот когда мне не нравится, что они куда-то убирают их, вот сама вот эта вот, как сказать, процедура неприятная. Я, например, хочу знать, где мой ребенок находится. Также, например, он со школы может уйти, я ему не позвонить, не могу ничего. Но если ребенка нормально воспитать, он не будет трогать телефон во время занятий. Это программа «Восточный экспресс». Смотрите далее. Поистине золотой свет. Почему жители многоквартирных домов получают многотысячные долги по ОДН, разбирался дежурный по городу. В Лану-Де завершилась спартакиада. А какие еще испытания ждали молодежь, расскажет Елизавета Рябова. В Лану-Де перевернулась бетономешалка. Водителя зажало в кабине. Мужчину не могли вызволить почти час. О причинах и последствиях аварии с места происшествия. Репортаж Чингиса Ихунаева. Водитель перевернул автомобиль намеренно. Предварительная причина – отказ тормозов. И чтобы не пострадали жители частного сектора, водитель принял решение опрокинуть машину на бок. Ноги прижал, но везде в больницу не знали. Само нормальное, но в сознании все. Вот оттуда, говорит, тормоза отказали. Здесь уже к домам он повалил. Водитель в сознании, но ноги, что-то говоря, переломаны. Как вы можете заметить, водитель принял удар на себя. Операция по вызволению его из кабины заняла около часа. Сейчас водитель госпитализирован в одной из больниц города. Ему была оказана противошоковая терапия, обезболивание и так далее. Он находится в больнице скорой медицинской помощи. Сейчас там проходит пока обследование, но состояние так ближе к средней степени тяжести у пациента. Поэтому сейчас дообследуют, решение по нему примут. Но вероятность госпитализации там большая. В ДТП пострадал только водитель. Вред здоровью или имуществу жителей микро-района стеклозавод не причинен. У нас все готово, уже привязан. Как бы зацеплен. Придет траву, ставим на траву, привязываемся, развязываемся и едем на базу. Последствия аварии почти устранили. При помощи крана грузовой автомобиль подняли на колеса и опустошили содержимое спецтехники. Чингис Хунаев, Борис Геленов, телекомпания «Оригус». И это не единственное ДТП на дорогах города и республики. О других происшествиях далее коротко. Девятилетний велосипедист попал под колеса автомобиля. ЧП произошло на улице Краснофлотская. За рулем на марке находился 25-летний водитель без прав. Мальчик получил тяжелые травмы, госпитализированный в больницу. А в Еравнецком районе 28-летний водитель сел за руль пьяным. В итоге не справился с управлением и съехал с трассы. Автомобиль врезался в электроопору. В результате ДТП оба пассажира погибли. Одному из них было 30, второму – 31 год. Водителя доставили в районную больницу. Еще одно ДТП произошло в Джидинском районе. На трассе Гусенозерск-Петропавлов-Хазакаменск перевернулся внедорожник. 42-летний водитель не справился с управлением. Автомобиль слетел с дороги. Водитель получил травму, госпитализированный в больницу. Многотысячные счета за ОДН пришли жителям одного из многоквартирных домов Улан-Удэ. Люди ежемесячно исправно оплачивают услуги. И от размера новых начислений просто шокированы. При этом такая ситуация происходит не в первый раз. О причинах неожиданных долгов разбирался дежурный по городу. У дежурного по городу есть машина времени. Не верите? Смотрите, прямо сейчас моя коллега Саюна Бухаева расскажет про проблему этого дома. Прямиком из 2018 года. Двухэтажный дом, один подъезд, а оплата за общедомовые нужды. Здесь как-то целый жилой комплекс. У пенсионеров этого дома на улице дивизиона 402 списывают четырехзначные суммы через суды. Поразительная стабильность, не правда ли? Правда, жильцы этого дома точно этому не рады. И мне в энергосбыте у нас сказали, что у нас задолженность по ОДН составляет 10 821 рубль. Мы ежемесячно, каждый месяц оплачиваем по 50 рублей. Вот хотелось бы узнать, откуда берется такая сумма. Если даже у нас родственники живут в городе, знакомые, у них ОДН идет одинаковая сумма, каждый месяц там не более 30 рублей они оплачивают. У нас деревянный двухэтажный дом. Моя мама, ей 83 года, то есть вот так вот по судам бегали, три года назад бегали, добивались, добились. И опять даже по кругу все то же самое получается. То есть сейчас мама не в состоянии бегать. Вот так выглядит распечатка всех начислений за электроэнергию за последние три года. И по ней прекрасно видно, что с сентября 2018 года по октябрь 2020 года сумма стабильна в пределах 17 рублей за ОДН. Но затем с цифрами происходит какая-то магия. За февраль 600 рублей. За апрель, май, июнь и июль начислений и вовсе нету. Но в августе пренеприятнейший сюрприз. Сразу 7,5 тысяч рублей за ОДН. Хотя в подъезде точно никакого нового освещения не появилось. В сентябре всему дому пришла сумма всем большая на оплату ОДН. У кого двухкомнатная квартира им по 5,800 однако. По 5 с лишним. У кого трехкомнатная им по 7. Когда мы обратились в Читаэнерго, нам сказали, что поменялись нормативы с июля 2020 года. Где же они были вот эти полтора почти года? Ну поменялся он что, на наш один дом? Стандартный набор бытовой и цифровой техники. Стиральная машинка, телевизор, печка и 9 лампочек. За все это, не экономя расход энергии, здесь платят в пределах 1000 рублей. А в подъезде всего 3 лампочки. Да и те работают по датчику движения, а значит горят не постоянно. Так почему плата за такое удовольствие оказывается в разы дороже, чем за целую квартиру? Давайте разбираться. Обращение жителей находится на рассмотрении в городском отделении «Энергосбыт» Бурятии. Ответ будет предоставлен 5 октября. Ну что ж, говорят, стабильность – залог успеха. Три года назад здравый смысл победил. Будем надеяться, что и в этот раз так произойдет. Итоги узнаете уже в пятницу в программе «Дежурный по городу. Неделя». А если и у вас есть проблемы, обращайтесь по контактам, указанным на экране. Будем разбираться вместе. По городу сегодня дежурили Сергей Смоленинов, Батархалматов, телекомпания «Эрегус». Спартакиада среди работающей молодежи прошла в эти выходные. Турнир посвящен памяти Семена Мантрова, первого председателя Госкомитета Бурятии. Какое испытание стало самым сложным для команды, кто забрал кубок Спартакиады, расскажем далее. Волнение перед каждым, то есть прохождением каждой секции, вот этой полосы препятствий. Ну и небольшой страх. Там все это так качается. Но самый сложный, я думаю, там где вот такая паутинка была, там постоянно качалось все. Ноги прям это боялись. А так, в принципе, вообще неплохо. Все из меня в волнение ушло. Он ни разу не участвовал в веревочном курсе, вообще ни разу здесь не проходил локацию. И для него, конечно, наверное, было волнительно. На самом деле, я считаю, что он прошел очень быстрее. Мое мнение, что победит, наверное, та команда, где больше мчен. Команды очень сильные. Испытывали какой-то, не знаю, немножечко, наверное, страх. Но, тем не менее, мы с достоинством проходим все испытания. И я думаю, что победа ожидает нас. Спартакиада проходит для вовлечения нашей молодежи в систематические занятия скульптурой и спортом, чтобы люди занимались, не забывали про свое здоровье и были вовлечены в активную жизнь. Культурно-учебный центр намерена построить мусульманская община в Улан-Удэ. Соборная мечеть расширяет свою территорию, чему хотят учить в храме ислама. Смотрите далее. Аллаху акбар. Бисмиллахи рахмани 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 рахмани. Была построена мечеть с миноретом, да, вот вы видите, да, прекрасно. Была построена постепенно в течение двух лет еще огромная беседка. Есть на территории мечета, где могут прохожане принять мавины. В мечет мы собираемся непосредственно попасть в нашу огромную молитву, либо по двум праздникам, которые у нас имеются. Это Байран, Курбан и Фетер, Рамадан, то есть после поста. Люди могут прийти, совершить намаз в мечети. Нужно где-то посвятить, чтобы покушать. Или умерший, который человек умер, ушел из жизни, поминать. Ну, как бы нет вот в этом комплексе. Думаю, что это будет тоже для блага нашего города, для нашего мусульмана, которые могут просто после молитвы пойти, где-то посидеть. Самая главная наша цель – расширить территорию для того, чтобы наши молодежи собрать. Они же разрознены по всем учебным заведениям, все расходятся. Чтобы здесь был столовик, и заодно в футбол играли, в баскетбол играли. Если нас подключат к центральному отоплению, центральному канализации, центральной водоснабжению, было бы это комфортно, было бы прекрасно. Но с этим пока у нас проблемы. Молодежь собрать, и чтобы преподавать им истинный ислам, что настоящий ислам – это не какой-то терроризм, убийство кого-то. Религия ислам – это мирная религия всегда. Аллаху Акбалу.